Наш коллега Тарас Березовец. Тарас, я витаю. Доброго дня. Здоровья. Здоровья обожаю. Слава Украине. Как служится, Тарас? В двух словах, расскажи нам. В двух словах, все идет нормально. Спасибо, друзья, приветствую вас. Все идет нормально. Вооруженные силы Украины выполняют свои задачи, поставленные высшим руководством по защите территориальной целостности и независимости Украины. Эта задача будет выполнена. Тарас, возвращаясь к теме, ты комментируешь много это в своем Ютьюбе. Друзья, подписывайтесь на Тараса на Ютьюб и на Телеграм. По поводу Швеции и Финляндии. Говорит, что это может дать нам немножечко люфту в нашем стремлении присоединиться к НАТО. А вот что касается российской пропаганды, ты отслеживаешь российскую пропаганду, как они объясняют это лицемерие? Понятно, что им нужно как-то объяснить провал. То есть они просто махнули рукой, ну окей, присоединяться не так страшно. Тогда почему это страшно со стороны Украины? Они пытаются это объяснить? Что именно пытаются? Ну я имею ввиду, что членство НАТО, Швеции и Финляндии в НАТО это уже окей, типа. А вот Украина, как бы мы тут воюем с тем, чтобы эту экзистенциальную угрозу членства Украины в НАТО избежать. Ведь мы же были угрозой для России со стороны НАТО и наше вступление в НАТО, а потом в Евросоюз уже тоже их не устраивает. Почему так? Ну послушайте, а как они могут признать свое поражение? Это же смешная история на самом деле. Когда Путин рассказывал, что основной целью спецоперации в Украине было как раз-таки предотвратить расширение НАТО, он добился ровно противоположного результата. Почему? Потому что страны, которые не были членами Альянса, теперь туда вступят. То есть на протяжении десятилетий правительство Швеции и Финляндии придерживалось нейтралитета и не вступало в Альянс. А теперь из-за агрессивной войны в Украине они свое решение изменили. Поэтому это все мастер-переигровщик. Он же не может признать свои вины, свои ошибки и сказать, что я в очередной раз привел Россию к геополитической катастрофе. Он же себя видит кем? Владимиром Великим? Он хочет, чтобы ему ставили памятник, как князю Владимиру Красное Солнышко, как ставили Петру Первому, как ставили памятники Сталину в свое время. Он хочет быть таким, чтобы он остался в памяти россиян, как человек, который вернул Россию в ее первозданный статус, привел Россию в статусу сверхдержавы, которая парит над всеми. Он мыслит категориями 19 века. Посмотрите, сколько у него отсылок к историческому прошлому. Проблема в том, что он читал не те учебники или, как всегда, как в случае с ним, как он все время откосил от армии, от службы, его не приняли в внешнюю разведку КГБ СССР, посчитав его бесперспективным, молью. Он был даже не второстепенным, а третистепенным сотрудником КГБ, который попал только благодаря тому, что у него была правильная анкетка. Он происходил из самых низших слоев советского пролетариата, именно таких там приветствовали. И обладал самой заурядной внешностью, такого сыскаря. И, послушайте, он работал на должности дома дружбы, дружба советско-немецкой дружбы. То есть туда отправляли самых бесперспективных сотрудников комитета, которые не могли вести никакой агентурной деятельности, не могли никого завербовать. Вот бесперспективное вот это чмо, извините, которым он и остается. И поэтому, как он иначе должен себя чувствовать? Он же хочет быть великим, поэтому он будет придумывать различные истории для себя, по крайней мере, для собственного самоудовлетворения, которые должны его поднимать в глазах россиян. Он так хочет, но закончится все ровно противоположно. Он войдет в историю одной из самых трагичных персоналей российской истории, которая приведет Россию к геополитической катастрофе и закончит историю в России в том виде, каким мы ее знаем. Она перестанет существовать. Россия, которую ждет, безусловно, освобождение народов, которые были порабощены. Поэтому стремление Украины должно быть в том, чтобы поддержать стремление народов. От Северного Кавказа, в первую очередь, Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Осетии, а также Нового Татарстана, Башкорстана, Якутии. Наконец, реализовать себя и перестать жить столетиями под гнетом Российской империи. Я еще хотела спросить по поводу НАТО. Турция же тоже ждет своего шанса. И вот они сейчас выдвинули очень интересные требования. Анкара хочет, чтобы Швеция и Финляндия публично объявили рабочую партию Курдистана и ее структуры террористическими организациями. Эти страны должны снять эмбарго на поставки оружия Турции, которое было введено после вторжения Турции в Сирию в 2019 году. США должны снять с Турции санкции за покупку российского ЗРК С-400. Кроме этого, Анкара хочет, чтобы ее опять включили в программу поставок американских истребителей F-35 и F-16. Говорит ли это о том, что Турция решила сейчас очень выгодно пристроиться и вернуть себе влияние над Сирией? Потому что до этого влияние над Сирией было у России. И насколько это выгодно Евросоюзу, НАТО и миру? Ну, у тебя, Люба, получается какая-то русоцентричная точка зрения, как будто от России реально зависит все. И Россия рулит всеми процессами на Ближнем Востоке, что не соответствует действительности. На самом деле, Путин очень сильно зависит от позиции Турции, в частности, по транзиту. И когда Турция закрыла недавно воздушное свое прославство для транзита российских военных условий, в Москве это было... об этом молчали публично, но это огромная проблема для них сейчас. Плюс она закрыла свои проливы. Россия не может поставлять теперь море вооружение, она не может перевезти новые военные суда в культуре Черного моря. После гибели ракетного трейсера Москва они пытались сюда перебросить больше десантных кораблей, больше ракетных фрегатов, но им этого не дало Турция. Поэтому Турция решает, собственно, геополитический интерес. Это уже далеко не оригинальный игрок, это уже глобальный мировой игрок, который решает собственные задачи. Поэтому осуждать Турцию за то, что она использует нынешнюю ситуацию с выступлением Швеции и Финляндии, и это значит не продержать нашего одного из ключевых союзников. Турция является крайне важной сегодня для Украины критически. Кроме того, Турция разрабатывает собственный истребитель, как мы знаем, который может быть запущен в Сирии уже где-то через 4 года. Понятно, что Турция хочет получать американцев, которые сегодня заморозили при Краме и возможность получения доступа к системам Татриот, которые американцы оказались поставлять Турции, из-за того, что Эрдельян закупил российский комплекс С-400. Понятно, что позиция Турции часто входит в противоречие с позициями Штарта и НАТО. Ну, а с другой стороны, какое государство не отстаивает собственные интересы, в первую очередь не ставит для глаголула? Азве Германия и Франция не продавали России, вопреки санкциям, миллионам европейским союзам в 2014 году, военные компоненты и продукцию так называемого dual-use, военного назначения. В том числе, французы поставляли танковые прицелы, которые сейчас стоят на российской бронетехнике. Немцы поставляли чипы, необходимые для российской бронетехники, которые стоят на тиграх и российских бронетранспортерах, в том числе новейшего поколения. Вот это рота, которая сейчас едена на Донбасс, рота танков в Терминатор 2. Вот, все там есть. Там стоят немецкие чипы, клошевские. И они это делали очень хитро, знаете, так по грани прошли. То есть формально их сложно обвинить, что они нарушили, что это продукция двойного назначения. Но по факту, по факту, они подставили не только Украину, они подставили интересы НАТО, поскольку теперь Россия заявляет, что НАТО является его глобальным экзистентом. с национальным противником. И в этой игре и Франция, и, безусловно, Германия сыграли на стороне одного из ключевых, если не ключевого врага северо-наротического альянса. Поэтому давайте оставим обвинение в адрес Родегана о российской пропаганде. И не будем променьшать значение все-таки Турции и ее вооруженных сил для альянса и для Украины в том числе. Тарас, хотел задать вопрос. Ты для себя разделяешь перспективу членства в ЕС и в НАТО? Что ты считаешь более вероятным и более быстрым для Украины? И вот по тому и другому, какие будут трудности? Какие страны будут нам чинить всякие козни по пути членства в эти структуры? Смотрите, формально это, безусловно, два разных трека, поскольку процедура членства в НАТО и ВЕС это совершенно разная. Один это чисто политико-экономический блок, а второй военно-политический. Но реальность такова, что членство в НАТО и ВЕС ясно связано. В противоположном случае с ранней центральной и восточной Европой, которые вступали в НАТО, впоследствии понизуапили в Европейский Союз. Все прекрасно понимают, что членство в НАТО облегчает членство в Европейском Союзе и наоборот. Иначе Швеция и Финляндия, члены Европейского Союза многолетние, естественно, не получили бы такого быстрого одобрения, не называют веществами, членство в Североатлантическом Альянсе. Соответственно, для Украины это неразрывные две истории, которые идут, знаете, вот так вот, просто тесно между собой перепреденные. Что может быть быстрее, что может быть дольше? По формальным процедурам, конечно, вступление от НАТО произойдет быстрее, я считаю, в силу многих причин. В первую очередь, потому что Украина сейчас своим, скажем так, военным потенциалом наших вооруженных сил доказала, что мы не просто достойны и равны большинству стран Альянса, а превосходим большинство армий, входящих в Североатлантический Альянс. Я скажу, что по результатам этой войны, которая, безусловно, завершится победой Украины, Украина войдет в тройку сильнейших армий НАТО на европейском континенте. В тройку. Мы будем, ну, скажем так, наши вооруженные силы по своему потенциалу значительно превосходят соответствующие потенциалы других армий, которые находятся на континенте. Впереди нас будут только французы и британцы. Мы превосходим по своему потенциалу даже немецкую и большинскую армию. И вот посмотрите, так и будет. Членство в Европейском Союзе может произойти приблизительно с такой же скоростью, но оно может произойти и медленнее, то есть займет больше период времени. Но мы должны добиться этой перспективы членства в Североатлантическом Альянсе и Европейском Союзе до конца начинства 2022 года. Сейчас максимально благоприятствующие нам служили геополитические условия. И мы должны ими воспользоваться. Хотелось бы спросить еще по поводу Ленд-Лиза. Уже первое оружие появилось в Запорожской области. Сегодня прочитала очень много информации по этому поводу, что в Запорожской области уже опробуют оружие, уже по полной программе его используют. И как можно прокомментировать ситуацию в Мелитополе, потому что там активная партизанщина. И, насколько мы понимаем, партизаны Мелитополя не готовы сдаваться. Вот сегодня они взорвали поезд оккупантов, бронепоезд оккупантов. Накануне была такая информация, что они убили ночью офицеров, российских офицеров. Это утром была такая информация. Но пока она еще не подтверждена. Как можешь это прокомментировать? Партизанское движение и первое оружие Запада на Запорожье? Послушайте, мы не разделяем на самом деле верховного главнокомандующего и главнокомандующего вооруженными силами Украины. Генерал Валерий Залужный вместе с Герштамом принимают решение, где будет находиться то или иное западное вооружение. Я могу сказать, что поставки самого современного западного вооружения в подразделения ВСУ идут полным ходом. И Украина получает сейчас самое современное оружие. Некоторое из них, будем говорить, оно более старое, но тем не менее качественное. Например, возьмем американские легендарные пулеметы Браунинг М2, которые используются со временем Второй мировой войны. или немецкий пулемет МГ-42. Легендарный самолет, вертолет, прошу прощения, пулемет МГ-42, который использовался еще подразделениями Вермахта. Есть просто некоторые вещи, которые невозможно просто превзойти. И то, что сейчас, например, МГ-42 или Браунинги пришли в вооруженные силы Украины и вот сегодня происходили во многих подразделениях на разных участках фронта. Сегодня она уже применяется, активно эти пулеметы. Просто невозможно сделать что-то лучше. Невозможно. Оно может совершенствоваться, доводиться до ума, но в целом это оружие является уникальным, ничего лучше придумать невозможно. Я к чему говорю, что некоторые образцы вооружения с формальной точки зрения могут использоваться десятилетия, но они настолько совершенны, что они не уступают ни в чем, а часто превосходят даже современнейшие образцы существующие западных вооружений. Поэтому то, что касается действий украинских партизан, сложно комментировать, поскольку мы не знаем до конца, где это является. Действиями сил специальных операций, которые, давайте не забываем, действуют сейчас не только по фронту, но и в глубоком ТУ противника на нашей территории. И они имеют возможность проникать и даже в оккупированный Крым, и на территорию Донецка, и Луганска, и действовать могут даже на территорию Российской Федерации. Оставим комментирование этих фактов для генештапа вооруженных сил Украины. В Мелитополе, скорее всего, мы имеем дело с действиями, скорее всего, я не знаю всех деталей, действиями местных партизанов, гириллов, которые имеют опыт, безусловно, боевых действий, возможно, это ветераны, а то, возможно, это кадровые военные. Но то, что сегодня, например, был ли ликвидированный в Мелитополе, о чем скрывает российский руководство, ряд высших офицеров, и плюс пускаются под откос поезда, уничтожаются мосты, это, безусловно, результат кропотливой и суперпрофессиональной работы, которую осуществляет сегодня генштаб вооруженных сил Украины. Еще раз повторю, не только по всему фронту, но и в глубоком ТУ, на территории Херсонской, Запорожской области, и которая временно оккупирована Российской Федерацией. Я вам больше того скажу. До конца нынешнего года мы, безусловно, начнем проводить точечные операции по ликвидации коллаборантов, российских офицеров, в том числе высшего звена, на территории, так называемых ЛДНР, и на территории, так называемой, республики Крым. То есть, это просто будет означать, что любые попытки сделать вид, что эти, так называемые, республики, да, самопроглушенные, то, что Крым оккупированный Россией, то там все благополучно, все хорошо, они обречены на провал. Поэтому на месте людей, кстати, желающих этим летом провести этот отпуск в Крыму, я бы отменил все бронировки, честно говоря, и в отелях, и отменил бы билеты, поскольку это может привести к очень серьезным последствиям и очень большим разочарованием. Я думаю, что этот год будет последним годом, когда оккупанты себя чувствуют комфортно на временно оккупированных территориях в Донецко-Луганской области, республике Крым, так называемой. Спасибо большое, Тарас. Я надеюсь, что у вас будет возможность чаще выходить с нами в эфир. Огромное спасибо за все комментарии. Есть очень много вопросов. Держись, дружище, держись. Мы с тобой. Мы горды тобою. Да. Супер. Спасибо, что был с нами.